Подвески, стеклянные и янтарные ожерелья, металлические фибовы, инструменты и орудия труда. На выставке археологических находок в Доме Российского Исторического Общества представили редкие экспонаты сразу из 9 квадов 7 века. Россия – крупнейшая славянская страна. Тема изучения начальной истории славянства, славянских археологических культур всегда была на повестке российской археологии, российской исторической науки. И в последние годы славянские древности изучаются очень интенсивно. Эти вещи получены значительную часть в последнее десятилетие, некоторые в последние годы, и они хранятся в музеях Курской области, в Курском археологическом музее, в Суджанском музее. И первый раз мы имеем вот такую счастливую возможность видеть их в Москве. Все предметы были найдены на территории Курской области в нижнем течении реки Суджи. В археологии они известны как Днепровские раннесредневековые клады или клады древностей антов. Византийские авторы так называли племена славян, населявших берега Днепра. Наверное, один из самых интересных и самых сложных, который представлен на этой витрине, это клад Суджи Замостия, который был найден в 2009 году учеником тогда 9 класса местной Суджанской школы. Чем этот клад интересен? Во-первых, в нем есть совершенно уникальная находка. Обратите внимание, вот эти представительные вот эти вот три пластички, это обрезки серебряного византийского блюда с клеймом. На нем стоит клеймо. Эти сокровища – одни из наиболее ярких феноменов материальной культуры Восточной Европы в эпоху Великого Переселения Народов. Они известны уже больше 150 лет и долгое время служили фактически единственным источником по истории Поднепровья в третьей четверти первого тысячелетия. На протяжении 20, наверное, последних лет археология российская шагнула настолько далеко вперед, что это, в общем-то, даже трудно себе представить. Мы как-то мало об этом говорим в публичном пространстве, но новые методы археологии и те знания, которые приобретают археологи, они, конечно, несравнимы. Скажем так, на единицу добытых артефактов по сравнению с тем, что было 50 лет назад, 100 лет назад. Поэтому огромная масса знаний накоплена. На сегодняшний день археологам известно 26 раннесредневековых кладов, найденных в среднем Поднепровье, на Днепропетровском левобережье и правобережном Поддонье. Такая большая концентрация кладов, возможно, указывает на то, что здесь располагался один из центров власти Днепровского союза племен. А выявление таких центров позволяет говорить о зарождении традиций государственности у одной из ветвей восточных славян за 200 лет до образования Руси. Значительная часть такого ареала раннего славянства находится сейчас на территории Украины и Белоруссии, и только малая восточная часть находится в границах России. И российским археологам очень интересно и важно нам вести свои исследования этого общества, его культуры, и эти исследования очень продуктивные. Выставка представляет собой продолжение серии проектов Института археологии, осуществленных при поддержке Фонда истории Отечества. Археология остается одним из приоритетных направлений работы Российского исторического общества. В состав Российского исторического общества входит большое количество археологов, специалистов. Среди членов РИО юридические лица музея, академические институты, которые занимаются археологическими исследованиями и хранят археологические материалы. Среди археологов до сих пор нет единого мнения о цели сокрытия кладов. По одной из версий, ценности были спрятаны в момент опасности. Есть и другая точка зрения. Возможно, клад – это дар или жертва богам. Несмотря на 150-летний период изучения, днепровские и раннесредневековые клады продолжают ставить перед исследователями все новые и новые вопросы. Служба информации Фонда «История Отечества». Фонда «История отечества» 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 Фонда «История отечества»